Привет, друзья! С вами, как всегда, я, Дмитрий. Вы на канале Чо по спорту. Перед началом видео хочу попросить вас поставить лайк на это видео и подписаться на мой канал. А мы переходим к сегодняшнему выпуску новостей. Арсенал и Челси претендуют на Буатенго. Защитник Баварии Джером Буатенго может перебраться в APL. На 32-летнего немца претендует Челси и Арсенал, сообщает Билд. У Буатенго есть еще один год по контракту с Баварией, но он был недавно оштрафован клубом за нарушение карантина и может покинуть мюнхенцев раньше времени. В текущем сезоне Бунденслиги Буатенг в составе Баварии провел 16 матчей. Руководство Ростова определилось с судьбой Мамайо. На данный момент чемпионат России по футболу вынуждено остановлен. Однако руководство, а также скауты футбольных команд продолжают свою деятельность и активно прорабатывают варианты усилений. СМИ периодически сообщают об интересе клубов к футболистам, а также определение расторжения контрактов. Так, руководство ФК Ростов приняло решение о судьбе Павла Мамаева в коллективе. Алексей Вербов станет главным тренером Кемеровского Кузбасса, сообщает Татаринфорум. Ушедший чуть более недели назад в отставку с поста старшего тренера Казанского Зенита, Алексей Вербов станет главным тренером Кемеровского Кузбасса, сообщает Татаринфорум. Да, договоренность с Кузбассом уже есть, хотя контракт пока не подписан. Соглашение будет рассчитано на год, а дальше будет видно, сказал Вербов. У меня были варианты, надо было взвесить все за и прочь, но Кузбасс первым вышел на меня неделю назад, когда я ушел из Зенита. Дни 5 шли переговоры, но заинтересованность Кузбасса была максимальной, они были больше других заинтересованы во мне. Я принял вызов, не забываясь, как год назад кемеровчане обыграли казанцев финальной серии плей-офф чемпионат России, хотя это никак не связано с моим решением. Хорошая и интересная команда с традициями и обновленным составом. Кузбасс в сезоне 2019-2020 занял третье место в незавершенном из-за коронавируса чемпионате страны. На этом все, мои дорогие зрители. Огромная благодарность, что вы посмотрели видео до этого момента. И да, ваши лайки очень сильно мотивируют меня делать как можно больше новостных роликов. Всем пока, увидимся в следующем выпуске.